Маркетинг в России действует. Необходимо было купить новый холодильник. Он и просто красивый, он эстетически приятный. Любой учебник или любая книга становится продуктом. Ирина Ивановна, здравствуйте. Сегодня мы с вами будем обсуждать такую уникальную книгу «Маркетинг. Первое российское издание американского учебника». Эта книга была издана уже почти 20 лет назад. Ее идея была в том, чтобы адаптировать к российской действительности, к российскому рынку, один из лучших американских учебников. Для этой цели была собрана команда авторов, преподавателей из нашего университета и из других ведущих вузов. Для того, чтобы перевести и насытить содержание этой книги примерами из российской практики. Можете подробнее рассказать о вашей команде? С кафедры маркетинга, первой кафедры маркетинга в России Плехановского университета, со мной вместе работали Наталья Ивановна Ивашкова. Очень большой вклад не только в перевод и адаптацию, и написание кейсов внесла профессор кафедры предпринимательства и логистики Ольги Витальевны Сагинова. Очень большой вклад внесла Маиса Эмировна Сейфула Ивана, сейчас профессор кафедры торговой политики. Обязательно должна упомянуть весьма уважаемого у меня человека, профессора, доктора экономических наук, высшей школы экономики, кафедра маркетинга фирмы, ординарный профессор высшей школы экономики Игорь Владимирович Липсец. Преподаватели и специалисты, которые работали в бизнес-школах Мирбис на тот момент, в бизнес-школах высшей школы управления, опять же, высшей школы экономики и так далее. Но в целом коллектив собирался, отбирался так, что таким образом, чтобы был опыт преподавания или опыт консультирования маркетингового с одной стороны, и с другой стороны, чтобы было знание, владение на достаточном уровне и глубине английским языком. Вы мне рассказывали, что вы лично знакомы с автором. В основе этого учебника лежит учебник, который на сегодняшний момент уже пережил 14 переизданий, а на тот момент мы в основе было пятое издание этого учебника, и там было четыре автора, но три активных. И самый основной автор, который с нами работал, приезжал сюда, руководил вот этим всем проектом. Это профессор университета Миннесоты из Соединенных Штатов Америки, бизнес-школы при этом университете, Уильям Руделиус или Билл Руделиус. И более того, этот учебник даже в большей степени знаком на нашем рынке как учебник маркетинг первое российское издание Руделиус. Его фамилия стала уже нарицательной. На самом деле вовлечены и даже приезжали к нам бы сюда вот в момент подготовки этого учебника и другие авторы. Роджер Керин приезжал. И со вторым, вернее, с третьим американским автором Стивеном Хартли я позже уже познакомилась на одной из конференций по маркетингу, маркетингу высшего образования в Калифорнии. И мы, несмотря на то, что не были знакомы до этого, мы встретились как лучшие друзья, потому что он, конечно, знал о нашем вкладе в популяризацию этой книги в России. Это все-таки адаптация или это перевод? Как бы вы это охарактеризовали? Однозначно это адаптация, потому что если сам текст был переведен практически дословно, но была задача не просто перевести, а уложиться в особое количество страниц. Каждая глава составляет не более 28-29 страниц. Но при этом каждая страница практически или каждый разворот обязательно иллюстрируется каким-то либо примером, либо врезкой, либо какой-то фотографией, либо схемой. И поэтому самого текста как такового не так много. Поэтому когда делаешь перевод и учитывая, что русский язык на одну треть длиннее, чем английский, нужно было очень четко подбирать слова, очень верно подбирать слова, так, чтобы сохранить смысл с одной стороны, а с другой стороны выдержать вот эти лимиты ограничения по количеству строк, количеству страниц и количеству знаков. В каждой главе обязательно есть множество примеров из российской практики. Только в случае, если невозможно было какой-то пример привести, привести аналогичные или похожие примеры из российской практики, тогда вставлялся американский пример. Но самая главная мысль была донести до читателей, до студентов, до обучающихся на других программах, а то, что маркетинг в России действует и что есть реальные примеры. Давайте тогда мы рассмотрим вообще про что наш учебник. Если мы уходим, то у нас в учебнике шесть таких частей. Каждая глава открывается таким примером, который потом сквозным образом на страницах главы рассматривается. В вопросах и заданиях, которые по итогу главы, есть вопросы в том числе по этому кейсу, который открывает главу. Нужно было разработать и представить сюда вот кейсы в отдельную такую часть. И здесь кейсы практически по каждой главе. И вот вы сейчас мне открыли кейс «Анна покупает холодильник». Это о главе по ценообразованию. Кстати сказать, этот кейс вот в тот момент как раз на кафедре маркетинга был очень интересный коллега из Дальнего Востока, из Владивостока. Учился у нас в докторантуре, готовил докторскую диссертацию. И если почитать ее, то это глава как раз по рынку Дальнего Востока. Потому что Анна — это такой условный герой, который может быть в любом городе России, который наступил момент, когда необходимо было купить новый холодильник. И какие решения вот этот условный герой, потенциальный покупатель принимает, когда проводит анализ того, какие холодильники, какие вообще, какая бытовая техника представлена. Поэтому этот персонаж, этот покупатель вместе со своей семьей, потому что это покупка семейная, принимают решение, как выбрать, каков процесс принятия решения такого прибора, такого предмета для домашнего пользования. Понимаете, как в американских учебниках очень много примеров из компаний, брендов, которые присутствуют на рынке Соединенных Штатах Америки или на глобальном рынке. И вот одна из шуток была, когда мы готовили этот учебник, что нашим студентам необходимо дать такие примеры, которые им понятны, через которые каждый из них или их родители проходят, чтобы понять, что маркетинг, по сути дела, решение маркетинга и принимается на каждом уровне практически ежедневно. Почему таких учебников так мало на российском рынке? Ну, я теперь уже не могу сказать. На тот момент, наверное, это был первый учебник. Еще раз хочу напомнить, что учебник был издан 20 лет назад, в 2001 году. И мы начали работать над ним в 99-м. И в итоге, в начале 2001 года, из издательства Финляндии получили в руки вот этот красивый учебник. Дело в том, что у российских авторов было свое видение и свои требования к тому, какие должны быть учебники. Я не могу сказать, что до сих пор такая же тенденция, потому что на сегодняшний момент достаточное уже количество книг, в том числе и российских авторов, которые научились, в том числе через наш учебник. И мы, конечно, этот опыт теперь используем, для того, чтобы делать учебники более ориентированными на читателя, чтобы использовать маркетинг не только как структуру, как содержание, но и для того, чтобы продвигать этот учебник. Этот проект, он, конечно, дал нам в руки как раз понимание того, что любой учебник или любая книга становится продуктом, который имеет или может иметь ценность для потребителя. Собственно, как раз вот этот опыт, он был, именно поэтому был неоценимым. Какие бы вы еще учебники, может быть, книги посоветовали студентам, которые учатся на направлении экономика, маркетинга, менеджмента? Ну, тут есть много, естественно, учебников, которые переводят, переведены. Тут очень активно работает издательство «Миф» Ман, Иванов и Фербер по переводу и публикации учебников. Очень много интересной литературы публикуют издательство «Альпина» Паблишер. Но из российских учебников не могу, конечно, не сказать опять об авторе Липсице Игоря Владимировича. Есть у него не так давно вышедшая книга вместе с авторами «Маркетинг-менеджмент» для магистров или слушателей программы MBA. Конечно, не могу не похвалить нашу кафедру и наши усилия, потому что недавно опубликованный в этом году учебник «Маркетинг. Создание донесения потребительской ценности». Он в этом году вошел в шорт-лист национальной премии «Экономическая книга года». В прошлом году у нас вышло второе издание учебника «Маркетинговые исследования. Ситуационный анализ», который также завоевал несколько наград на национальном уровне и был отмечен премией тоже «Гильдии маркетологов». На мой взгляд, наши книги существенно отличаются в лучшую сторону от многих других. Мы рекомендуем нашим студентам и слушателям их пользоваться как раз учебниками нашей кафедры. И еще одну книгу не могу не сказать. Это книга по управлению потребительской лояльностью. Она так и называется «Управление лояльностью», которая в этом году, в начале года 2020-го, тоже получила премию «Серебряный лучник» за лучшую книгу в области общественных связей. По-прежнему, несмотря на то, что прошло 20 лет, до сих пор его содержание актуально. Почему? Потому что отражает, по сути дела, структуру, скелет всей дисциплины маркетинга. И, конечно, он может пригодиться и до сих пор и студентам, и потребителям. Я уже сказала про кейсы, которые открывают этот учебник и сквозным образом через всю главу, открывают каждую главу и сквозным образом идут. Здесь есть четкие определения ключевых слов, ключевых фраз по каждой главе, которые потом собраны в глоссарии, в конце учебника глоссарии 750 русско-английских терминов с русскими определениями. И очень удобно с ним работать, с этим учебником для преподавателя, потому что к нему еще есть книга для преподавателя, где собраны методические материалы, советы того, как можно организовывать занятия для преподавателей со студентами. И тестовые вопросы по каждой главе, которые могут стать основой для формирования электронных экзаменов. То есть, несмотря на то, что 20 лет прошло, но сам подход был настолько правильный, что до сих пор актуальный. Ирина Ивановна, а используется ли этот учебник при подготовке сейчас? Нет, мы будем считать, что это раритет, историческая уже такая ценность. К сожалению, не нашлось такого инициатора и инвестора, который бы инициировал второе или третье издание. Какие-то примеры и кейсы уже не актуальны сегодня, потому что ситуация на рынке меняется. Как нужно рассматривать эти кейсы? В первую очередь, когда рассматриваются кейсы, сначала, если бы я была на месте преподавателя, то я бы попросила группу студентов сделать следующее. Сначала они читают, потом говорят такое краткое резюме. Кто-то, волонтеры какие-то, краткое резюме кейса. Желательно не повторять те фразы, те слова, которые там присутствуют. И определяют проблему, по которой мы затем будем рассматривать вот эти вопросы. Первый вопрос это, какие нужды рынка удовлетворяет. Каким образом можно применить все те знания, которые в этом учебнике есть, и я думаю, мы обсудили их с вами, для современных студентов, для нас? Содержание можно использовать, а вот форму подачи и применение новых примеров, конечно, нужно уже адаптировать под ситуацию сегодняшнего дня. И тогда студентам это будет интересно. Ирина Ивановна, где этот учебник могут найти студенты? Вы знаете, я буквально две недели назад работала со слушателями MBA и тоже рассказала им про этот пример. И сразу вот моментально нашли этот учебник на Авито. Он уже не продается, конечно, не в нормальных сетях, только если вот на каком-то вторичном рынке. И там можно, конечно, еще найти. В нашей библиотеке здесь, в университете, он долгое время был на балансе. А затем по требованиям обновления и всего остального они решили его списать. Мы забрали все экземпляры, которые были к нам на кафедру. Его нужно хранить как раритет, не только потому, что он такой уникальный, но он и просто красивый, он эстетически приятный, этот учебник, потому что это первое полноцветное, в хорошем качестве издание, которое использует очень простой, доступный в то же время научный язык и с интересными примерами. Ирина Ивановна, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. И у меня такой последний вопрос, не относящийся к этой книге. А какая ваша любимая художественная книга? Ой, у меня много художественных книг. Хорошо, одну скажу. Я очень люблю бразильского писателя Жоржа Амаду, не знаю, читали вы его или нет, «Генерала Песков». Будет время. Это моя любимая книга вообще-то, но на самом деле у него множество интересных романов, интересных, очень тонких психологических романов, которые описывают вроде бы жизнь в Бразилии, но на самом деле это можно приложить на любую другую культуру или на любую другую жизнь. Очень интересно, я прочитаю. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.